Поселок Диносового завода продолжает преображаться. Благоустройством этой территории вот уже несколько лет общими усилиями занимаются депутат городского совета Александр Швайко и Минсенат Сергей Андриченко. Жители поселка замечают массу положительных изменений, которые являются результатом их работы. Благодаря депутатам нашим в парке хоть порядок навели, а то было 2-3 года назад тут ни пройти, ни проехать. Мусора тут было. Это же депутаты помогают. И КАМАЗы тут работают, и краны. Две площадки сделали, свет. Теперь же свет кругом есть. Дети довольные, гуляют с удовольствием. Спасибо вам большое. И хотим, чтобы все дальше продолжалась, улучшалась жизнь. Чтобы они выросли и радовались. Для них же стараются. Спасибо. В парке поселка Диносового завода по инициативе Александра Швайко и Сергея Андриченко регулярно проводятся субботники. И накануне они в очередной раз организовали масштабные работы, направленные на то, чтобы парк имел аккуратный и ухоженный вид. Диносовый поселок остался не без внимания. Сегодня, как и на протяжении до упустяних лет, мы наводим порядок. Делаем обрезку сухостоя, омоложение деревьев. В этом парке, о котором постоянно руководство может забывают, может не доходят руки, может нет средств в бюджете. По какой причине, я не могу сказать точно. Но на протяжении двух последних лет, вы сами видите, что парк у нас в поселке преобразился. Это не хаотичная какая-то акция, отдельный какой-то субботник. Это идет планомерная программа в ходе большой программы по благоустройству парка. И в ходе этой программы, я думаю, она у нас будет длиться ни день, ни два, пока мы не дойдем до цели, которую мы поставили перед собой. Это благоустройство всего парка. То есть, наш кредо, наш лозунг, это дал слово его держи, и мы доведем это до конца. Сейчас в парке множество принимают участие наших политических оппонентов. Спасибо им за это, хотя они это все делают сугубо только перед выборами. Но все равно от нас это им большое спасибо. Активное участие в субботнике приняли представители Красноармейской молодежной партии. Уже не впервые засучив рукава, они с энтузиазмом помогают делать парк чище. Заросшее все это, ну как говорится, глаза боятся, а руки делают. Хорошо будет. И с детьми выйти, и вообще, мы ж для чего. И молодежь учится от этого, наводить порядок после себя. Я думаю, это нужное дело. Помогают в уборке парковой территории и работники коммунального предприятия управления городского хозяйства, а также инициативные жители. Леониду Марчуку нравится наблюдать за тем, как город становится лучше. И он решил лично поучаствовать в его преображении. Это нужно для нашего города, для чистоты, для уюта. Чтобы не было никаких препятствий, чтобы люди спокойно ходили по нашему, как говорится, поселку. Благоустройство идет не только поселка, а и всего города. Параллельно с наведением порядка в парке по улице Правды проводилась обрезка сухих ветвей и ликвидация аварийных деревьев. Антонина Евсеевна Парфенова обратилась к Сергею Андрейченко и Александру Швайко с просьбой спилить засохший тополь, который угрожал безопасности жителей и получила незамедлительную помощь. Я хочу выразить благодарность молодежной партии Сергею Андрейченко и Александру Александровичу Швайко. Большое им спасибо. До кого только я не обращалась. Прошло много инстанций, но все меня отталкивали. А обратилась до Александра Александровича Швайко и молодежной партии Сергея Андрейченко. Они пообещали и выполнили свое обязательство. Большое им спасибо. Как и было обещано, работы по благоустройству продолжились и на следующий день. Очистив от зарослей и сухостоя одну часть парка, приступили к уборке остального периметра. Сегодня проходит второй день именно активных работ по благоустройству самого парка. Перешли мы в иную часть парка. Совместно с коммунальными службами нашего города и ЖЭКом 12-го поселка мы сейчас проводим работы. Они выполняют уборку именно тех пилочных материалов, которые остались вчера после распиловки. Коммунальные службы продолжают работать в правой части парка поселка 11-го завода. Настрой боевой, желание огромное. Благодарность от людей, которые поступают, еще сильнее воодушевляет. Поэтому двигаемся дальше и не останавливаемся. Сергей Андрейченко и Александр Швайко ратуют за перемены к лучшему. Уже сейчас они делают все, что в их силах для создания комфортных условий для жизни красноармичан.